Пренебрежительное отношение к плебисциту арцахцев развалило не одну империю. Сегодня в парламенте Армении произошла интересная дискуссия, априори, поскольку говорили об арцахцах, не спрашивая мнения самих арцахцев. Вообще, в Армении стало мавитоном говорить об арцахцах, тем более о том, чего они хотят. Собственно, выразить коллективное мнение некому, бывшее руководство тихо сидит в бакинской тюрьме, а правительство в изгнании сочли угрозой национальной безопасности. Если вкратце, то депутаты от фракции Айастан справедливо обвинили министра Ид Арарата Мирзаяна и его партию «Гражданский договор» вне выполнения программы правительства по защите арцахцев. Арарат Мирзаян в ответ обвинил Арфт. Мирзаян сказал, что летом 2023 года власти Армении предлагали снизить планку статуса Арцаха, а в ответ парламент Арцаха при действенном участии Арфт принял резолюцию о Карабахе от моря до моря. Так, припираясь, они дошли до того, что Арарат Мирзаян признал, если бы не война, не отказ Армении от помощи Арцаху и не заявление 5 мая о признании юрисдикции Баку над Арцахом, то случился бы еще один геноцид. То есть сдали землю, чтобы спасти людей. В ответ на вопрос, почему власти Армении не настаивают на праве арцахцев на возвращение, Арарат Мирзаян напрямую спросил, а в каком формате оппозиция представляет возвращение. И депутат от оппозиции ответил, автономия в составе Азербайджана. Почему вы говорите об автономии сейчас, когда в НК нет армян? В гневе спросил Мирзаян, добавив, что власти давно предлагали снизить статус. Постепенно становится понятным, что предлагали арцахцам политические силы Армении пребывание в составе Азербайджана на правах заложников под гарантией российских войск с перспективой физического геноцида. Никаких прав на землю, самоопределения, имущества. Власти Армении предлагали дорогим сестрам и братьям жить в составе государства, с которым 30 лет Арцах пребывал в состоянии войны. А оппозиция настаивала на автономии тоже под российские гарантии и тоже в качестве заложников. Арцахцы и тем, и другим сказали нет, приняв тяжелое решение, как один человек временно покинуть свою тысячелетнюю родину. Решение это было самым достоверным плебисцитом, который означеновал полное фиаско русско-турецкого плана. Именно этот план активно продвигался властью и оппозицией Армении. Немного геноцида, немного фильтрационных лагерей, остальные под интеграцию, с автономией или без. Пренебрежительное отношение к мнению арцахцев развалило не одну империю и отправило к черту на рога не одну партию. Продолжение следует...